Всем привет! Прогноз на матч Краснодара-ЦСКА. В эту субботу они играют. И здесь у меня несколько ставок, которые я вам предложу. Рекомендую взять одну из двух, но перед этим, как обычно, несколько слов об этом матче. После сборных команды возглавляют чемпионат. И у Краснодара сборной было задействовано чуть-чуть меньше людей, чем у ЦСКА. В основном это сборная России, Смолов, Жигулев, который играет за молодежные сборы. Ну и также иностранцы. Капитан своей сборной Гранквист, Классен и Рамирос. По большому счету все, за исключением Классена, провели по 90 минут матча. Ну и еще и за исключением Смолова, который в первом товарищеском матче сыграл, по-моему, 60 минут. Во втором товарищеском матче сыграл 80 минут. Но я считаю, что в принципе футболисты Краснодара к этой игре функционально лучше подойдут. Потому что у ЦСКА было больше людей задействовано. И также огромное количество ведущих болельцев Рамирон. Абсолютно точно не сыграет в этой встрече Дзагоев. Абсолютно точно не сыграет в этой встрече Березуцкий и Василий. И, скорее всего, не сыграет Головин и Венбул. Возможно, не сыграет. Но мне кажется, даже если они будут играть, то какой-то определенный промежуток времени. Потому что впереди у ЦСКА матча в Лиге Чемпионов, которая гораздо важнее. И, скорее всего, кого-то из них Гончаренко захочет приберечь. В целом, в этом сезоне Краснодар на своем поле играет достаточно хорошо. Три победы. А две победы, две ничьи. Лишь одно поражение в последнем домашнем матче против Зенита. Где Зенит, конечно, переиграл Краснодар. Но все-таки Зенит гораздо больше и лучше в форме сейчас находится, чем в ЦСКА. ЦСКА же, в принципе, отчасти тоже неплохо играет в гостях. Три победы и две ничьи. Недного поражения. Но суть в том, что армейцы, как правило, играли в гостях против достаточно слабых команд. И я не считаю, что это показательным. Потому что такого уровня команд, как Краснодар, ЦСКА пока что в гостях не играл. Сейчас не самые лучшие, как раз таки, позиции, состояния у ЦСКА для того, чтобы обыграть Краснодар. Отсюда вытекает следующая ставка. Это фора 0 на Краснодар за 1.68. В принципе, если брать даже личные встречи, то последних четырех домашних матчей Краснодара они одержали три победы и один матч сыграли в ничью. Если брать последние три матча, последние три личные встречи, два из которых прошли в Москве, тоже три ничьи. Поэтому я считаю, что все-таки Краснодар, который лучше укомплектован, у которого нет такого большого количества футболистов, у которого есть хороший нападающий. Смолов, в принципе, классом тоже к их числу можно внести. У ЦСКА таких футболистов нет. Поэтому фора 0 за 1.68. Либо же вторая ставка 1х, то, что Краснодар не проиграет, плюс Total меньше 3.5. Здесь чуть выше коэффициент, но ненамного 1.70. То есть, в принципе, одну из двух ставок выбираете, две не имеет смысла, потому что везде мы ставим на то, что Краснодар не проиграет. Касаемо Total меньше, опять же, если посмотрите матчи, ЦСКА очень такая малорезультативная команда. В матчах между ЦСКА и Краснодаром Total меньше 3.5 часто проходит. Вообще, для РФПЛ Total больше 3.5, но это космос, который обычно пробивает либо Краснодар, играя по ручке каких-то слабых команд, либо же Спартак и Зенит. В общем, такие две ставки. Какую выбрал лично я, вы узнаете в моем паблике ВКонтакте. Подписывайтесь на него. Ну и не забывайте ставить лайк этому видео и подписываться на этот канал. Всем успехов и увидимся.